Гун означало «стойкий», «стоящий» и «стоимость». Да. А «стойкий» сильный, как на еврейский, будет «хазак». Хазак, то есть то же самое, как «казах», да? Слово «казах» происходит от еврейского «хазак», потому что «кх» есть такое, да? «К» и оно в еврейском, которое считается как «х» и «х», да, одновременно. Поэтому «казахстан» получается «х». И «кун» слово на русский язык переводится как «стоимость» в современном казахском. «Касымша», «кун», «заны» – закон от прибавочной стоимости, а «кун», «заны» – это закон стоимости. То есть слово «кун» китайцевы было переначено в «хун», а европейцевы в «гун». Да, «хун» или «гун». Во что же верили эти самые гунды? Вы знаете, что религия у них была «бога тенгры», да? «Бог тенгры». И причем это очень интересно. С одной стороны, они верили в духов предков и поклонялись им как язычники. Что интересно, я и на Сахалине тоже такой же культ видел. Я такие же деревья видел в Казахстане, мне просто очень хочется с вами поделиться, потому что это близко, это то, что я изучал, да, расследовал. И для меня очень интересно, да, и в Бурятии такие вещи, вот такие вот святые деревья есть. И с другой стороны, у них религия была централизована, потому что в Верховной Бог был «тенгры». Написано наверху в одном из камней, в Архоно-Енисейской области, наверху правитель, хозяин вечного синего неба «тенгры». «Тенгры» — это синее небо, да, небо. Но вы понимаете, что если взять, например, параллель с еврейским языком, с ивритом, то мы знаем, что синоним Бога как? Шамаем, да? Вы помните, я говорила, «Ира-Шамаем» — небо. И причём они верили не просто в небо, а в какого Бога Создателя? Создателя неба и земли. То есть это Верховный Бог, выше которого не может существовать. Был ли Атила христианином, мы не знаем. Но интересно, когда уже в своём конце он уже шёл на Рим, и Рим не мог ничего ему противопоставить, то вышел римский первосвященник, папа, и со знаменем, на котором был изображён крест. На котором был изображён крест. И тогда Атила, по преданию, он слез с коня, преклонился, преклонил колени и сказал, «Это знак Иса, сына Тенгри». То есть это знак Иисуса, сына Божьего. Он мог это наблюдать. Ещё мы знаем, что этот знак наблюдают вот все потомки монголов, и буряты, и казахи, да, они в юрте, да, когда юрта, есть отверстие, и там именно крестообразный знак на фоне неба. И это очень символично. Это является, кстати, я забыл, как он по-казахски называется, одним из знаков Казахстана. И вот, да, и вот получилось так. Значит, вначале распространились они на территорию Казахстана, затем на территорию Урала, на территорию Урала. И вот на этой территории родился сам Адиль или Атила. Дядей его, значит, братом матери был Ругила. Это славянский, славянский князь. И мать его была славянкой. Вот такая интересная взрывоопасная смесь. И гуны, гунгуры, которые жили в области, это теперешняя Калмыкия и Башкирия, да. И вот что интересно, что там есть река Дема, но это не Дема, а Дема, сладкая, да, Дема, сладкая. И есть город, город такой же, но в Венгрии, помните? Они потом в Венгрии обосновались. И мне об этом рассказывал отец. Он мне никогда не говорил, какой национальности, фамилия не русская. Я вот очень интересовался, я искал корни свои в Казахстане, да, вот теперь мне надо еще поехать в Башкирию и там поискать свои корни. А в это время на территории Украины царствовали готы. Готы, вы помните, были германцы. У них был язык очень похож на идиш. А так как готы пользовались еврейскими буквами, и первая готская Библия была написана еврейскими буквами, на немецком готском языке, перевел ее в Ульфилла. Готы были страшно. Ульфилла означает волчонок. Вольф. Да, Вольф. У нас тоже есть там Вольф. Да, это совы равен, Гарон Вольф. А то Вольфилла. И он, кстати, готы были страшно воинственным племенем. И он не переводил им книги про Липоменон и царство. Потому что он говорил, если они еще эти книги прочтут, то они еще более воинственности найдут. Помните, что готы были христианами, но христианами особого толка. Как это назывался? Ариани, да. Арии. Это выдвинул такую теорию, вот как теперешние свидетели Иеговы. И Герман, Герман, который создали Герман-Арик, да, по преданию готский князь Герман, будучи на Днепре, он встретил трех братьев-разбойников, и сестру его, на которой он женился. Интересно, что в немецком языке она называется сванильда. В переводе на русский язык лебедь. Это очень похоже на легенду о возникновении Киева, правда? И когда умер Герман-Арик, стал такой винитарий. Вот это событие приписывается Герман-Арику, но в действительности Герман-Арик уже был умер к тому времени. Это была Германия до Урала, огромнейшее государство. Которое от Дании простиралось до Урала включительно. Можете себе представить. Какое? И с севера, включая Эстонию, и до Карелло-Фидов. Ну, юг, естественно, ограничивался Черным морем и Крымом. Вот такое было государство. И гунны двинулись с востока. Герман-Арику было уже сто с чем-то лет. Он садился на коня и, видимо, получил инфаркт и умер. И стал вождем винитарий. Винитарий решил под угрозой гуннского нашествия объединить страну как христианство. Дело в том, что готы владычествовали над в основном славянским населением, которое и жило здесь, на территории Украины. И само, видите, название готы, это только половина названия. Дойче гот. Славные люди. А славяне откуда происходят люди-славяне? То есть это перевод что? Того же самого Дойче гот. Ну, решил он евангелизировать. И это была интересная евангелизация. Он собрал 80 славянских князей и предложил им или креститься, или он их всех убьет. Они отказались креститься. Тогда он их рядом с Киевом, есть так называемая Бусова горка. Бусова, да, Бош или Бус. Это был вождь славянских народов, которые проживали в это время на этой территории. То есть территории Украины теперешней. Можно сказать, предки украинцев были. И поэтому назвали Бусова горка. Вот он 80 этих славянских князей распял. На крестах. Можете себе представить, какая евангелизация? И поэтому, когда пришли гунны с Востока, славяне их приняли как своих освободителей. Тем более, что среди гунов очень много было славян. Это болгуры. Они до сих пор, видите, болгары. Стали славянизированы. И славяне разделились на две части. Одни стали анды. Анды что значит? Побратим. Вот вы смотрели фильм про Пчингисхана? Помните, как он говорит Джимуха? Анды. Анда, да? Побратим. А другие остались изготами и славные люди, люди славяне. Вот отсюда, помните, если вам учили, анты и скловины, да? Анты и скловины – это греческое название просто славянских племен. И это не были племена, это были племенные союзы. И затем гуны стали теснить Готову. И я не знаю, по какой причине, но какая-то была у них генетическая ненависть к немцу. Потому что когда гуны двинулись на Германию, они уничтожали всех подряд. Это был страшнейший генецид. Город Кёльн был сравнен с лицом земли. Все жители города были уничтожены. В то же время славянские народы он щадил, и славянские народы потом смешивались с гунами. Вот такая получалась интересная чехарда. И вот так выглядел Атила. По описанию, естественно, фото его не сохранилось. По описанию древнеримских историков, Марселиан и другие. Видно? Так выглядел Атила. Основой военных сил, естественно, у них была конница. И римская конница, она абсолютно не могла быть конкурентоспособной по сравнению с конницей гуннов. По одной причине. Римляне не знали стремян. Вот здесь встреча гунского всадника и римского всадника. Естественно, при первом же ударе, что случалось с римлянами? Они падали, они выпадали из седла. В то время как у гуннов были стремена. И они могли удерживаться, и не только удерживаться, но и джигитовать. Знаете, джигитовка? Различная. Или вольтижировка она называется. В европейских. В европейской традиции джигитовка или вольтижировка. И таким образом, обычно тактика была в том, что они нападали с фланга на римские войска. Уничтожали в первую очередь конницу. И пока римляне пытались развернуться, значит с фланга они проходили сквозь строй римлян. В 446 году Аттила или Идил приступил к подготовке нового похода в Восточную Римскую империю. И в июне 447 года Аттила вторжится на римскую территорию. Весной 447 года, это была Восточная Римская империя, император Феодосий вступил в переговоры с Аттилой. И признал от него вассальную зависимость. То есть Византия попала в вассальную зависимость от Гуннской империи. И Феодосий II выплатил Аттиле 6000 пудов золота. И в дальнейшем выплачивал ежегодную дань в размере 2100 пудов золота. И обязался не предпринимать никакие действия против Гуну. Скажите, пожалуйста, если бы у вас вдруг оказалось столько золота, на что бы вы его применили? Ну? Да. Помните, был такой гейзерик? В переводе царь свинья. Который был царь вандалов. И который разграбил Рим. Они там так вывозили столько золота и богатства, что и корабли тонули. Выше в озере линии там загружали все. Они проели, пропили, как говорится, и все. И ничего не стало. Что же сделал Аттиле? Он начал покупать рабов. Он купил 100 тысяч римских рабов. Он дал им свободу. Более того, он начал покупать этих рабам жен. Некоторые из этих рабов женились на казахстях или на гунках тогда еще. Не было, не знаю, гунка. Как-то не звучит гунька. Да? Вот у него такая была задача. Купить рабов в Восточной Римской империи и Западной Римской империи. И предоставить рабам полную свободу. И он создал 100 тысячную армию искупленных рабов. Они были все обучены делу военному. Они знали абсолютно все проходы. Они служили чудесными проводниками. И тем более они боролись одни как наемники, да? Вы понимаете, римлянам они уже в плен попадаться не могли. 100 тысячная армия. Гунны, помните, боеконница. Против римской пехоты им было довольно трудно. И вот создал он такую 100 тысячную армию. Подготовка разведчиков искупленных рабов. Наделение их римскими деньгами. И засылка их в римские земли. Как купцов или просто богатых людей. Обучение купленных рабов гуннскому языку. И покупка для них жен. Налаживание связи через разведчиков. С покорёнными и подчинёнными римлянам племенами. И народами. Склонение их в свою сторону. В обмен на свободу. И в дальнейшем вторжение. С большой конной армией. Освобождённые рабы сыграли значительную роль. В войнах Атилы с Римом. И в Византии. И после похода на Византию. Он занялся разрушением Западной Римской империи. Рим гуннам ничего не мог противопоставить. Практически. Потому что Рим в это время уже обеднел. Между усобицей вы помните. Несколько раз Рим грабили. То вандалы, то другие. Вот в течение последнего столетия существования Рима. Рим подвержался ограблению 20 раз. 20 раз. Представляете? В конечном счёте из миллионного населения Рима оставалось только 50 тысяч человек. Нам кажется 50 тысяч. Большой город. Но представьте себе, чтобы от Одессы было бы, если бы её 20 раз в течение столетия грабили всякие нехорошие люди. Но у нас может и своих ограбят. Так что мы этого не заметим. Но всё-таки нашествие варваров это значительно хуже. Правда? И римляне поставили человека, генерала римского, которого звали Аэций. Аэций. Это был очень талантливый человек, который лично, кстати, знал Атилу. Он был заложником. И был заложником у Ругилы, дяди Атилу. И лично его знал хорошо. Это был талантливейший полководец. Но нету армии, нету денег. Что делать? Рим наскрёб. Откуда только мох. Например, Британию они полностью оставили без прикрытия. Если кто видел фильм «Последний легион», да? В результате в Британии не было никаких войск. И англы, саксы, юты смогли завоевать Британию без всяких проблем. И вот было собрано 200 тысяч человек войска римского и около 50 тысяч ополченцев. Место, где происходило сражение, это были каталанские равнины, или это, скорее, можно сказать, каталанские холмы. Это была такая довольно пересечённая местность, в которой было много оврагов, такие лесостепь. Для чего было выбрано это место? Да, чтобы гуны не могли развернуть свою конницу. Итак, 250 тысяч римлян, 100 тысячная пехота, причём это гунов, пехота точно так же вооружённая, как римская, великолепная дисциплина, и причём идеологически выдержанная. Да? И 300 тысячная гунская конница. Можете себе представить? Сражение продолжалось несколько дней. Задача римлян была устоять, занять позиции, на них нападают, и они должны выстоять. В общем, в результате получилось то, что называется, как верденская мясорубка Первой мировой войны. Представьте себе, из 250 тысячного римского войска погибло 200 тысяч человек. Со стороны гуннов было 100 тысяч пешего войска из рабов, они погибли все. И плюс ещё где-то около 100 тысяч гунской конницы. Можете себе представить? Итак, посчитайте, где-то 200 тысяч плюс 100 тысяч, да? Плюс ещё 100 тысяч. Сколько тысяч? 400 тысяч человек. Самая кровопролитная война в 19-м столетии, это была война севера с югом. Там применялось современное оружие, вплоть до пулеметов. Ну, впрочем, пулеметы вы видели, это «Последний самурай» смотрели фильм. Какие были-то времена пулеметы. Вот, можете себе представить. И вся эта война, которая продолжалась 5 лет, она унесла 600 тысяч жизней. Здесь 400 тысяч человек погибли, да, за несколько дней. Ну, формально римляне одержали победу. Но это была первая победа. Потому что у римлян оставалось считанное где-то меньше 50 тысяч человек из 250 тысяч, да? Но ещё оставалось 200 тысяч конницы, угунов. Можете себе представить? И поэтому Аттила беспрепятственно пошёл на Рим. И остановлен был в том, что называют чудом. Когда он видел, помните, на знамени изображение креста. В дальнейшем Аттила отступил в Панонию. То есть, это территория теперешней Венгрии, да? И было называлось Панония, это принадлежало Римской империи. А потом осталось называться Гунгария. То есть, страна гуннов. Так она до сих пор и сейчас называется. Гунгария, Венгрия. Вскоре Аттила умер при загадочных обстоятельствах. Возможно, его отравили. Вот. И его племянник Будда создал город имени себя. Это что теперь? Будапешт. Будапешт. А вторая часть гуннов, она осталась на территории, как мы говорили, Башкирии, да? И возле Урала. Но она смешалась с финскими племенами. Поэтому угры и стали финно-угорские. Финские племена это Мардва, Мерь и Черемисы. Черемисы имеют татарское название Кереметь. Что такое Кереметь? Кереметь. Яфи. Прекрасные, да? Правильно я перевожу? Кереметь. Кереметь. И они поэтому уже имели финское. Поэтому говорят финско-угорское. Когда Чингисхан уже шел на Урал, эта группа решила вспомнить, что там где-то на западе живут их родственники. Они прошли по договору с киевским князем через Русь и присоединились к своим сородичам. Вот такая история. Можете себе представить, насколько это было жестокое и страшное время. Когда в одном только сражении было уничтожено 400 тысяч человек. Это было самое страшное спок кровопролитности сражения в Европе до Первой мировой войны. За всю историю. Можете себе представить? Хороший был. Сколько крови пролил. Сколько крови он пролил. А это репетиция. Репетиция. Пришло время, и родился другой человек, которого звали Тимучин. Тимур, это железо, был другой. Тимур, Тимурлен, помните, железный хромец. Чи означает чистое железо, ясное железо или сталь. Удивительно, что Тимучин в точности переводится как товарищ Сталин. Да, чистое железо или сталь. Чистое железо или сталь. Родился он в 1206 году. На территории теперешних, как Саян, да? Сейхань. Сейхань, да. На территории Саян. Саяно-Шушинская ГЭС, если вы знаете, да? Да? Это рядом с Байкалом. Это рядом с Байкалом. Интересно, что другой политический лидер, Ленин, он был всего лишь, навсего, одним из многих социал-демократов. Но после того, как он посидел в этом районе, некоторое время в него вселился конкретно дух. И он стал основателем, да? Новой империи. Новой империи. Вот. Тоже такие были монголы. По описанию руброка, они были шеркалисты, с приплюснутым носом, выступающими скулами, узкими глазами, толстыми губами, редкой бородкой, черными жесткими волосами, темной кожей, обожженной зноем, ветром и стужей, низкорослые, с коренастым массивным телом, на кривых ногах. Ну, на кривых ногах. Понятно, почему, да? Потому что ездили еще раньше, чем научались ходить. Да. Вот. И один из основных тюрко-монголских народов, Упсу-Нура, жил между Черным Иртышом и Зайсан-Нуром и Верхней Селингой. И этот род назывался Найман. Найман означает восемь по-монгольски. Помните, самые крупные монгольские роды были Найманы и Кераиты. И вы их можете посмотреть в этом фильме. Я не говорю, что этот фильм очень хороший и правильный. А, кстати, этот фильм готовит к пришествию Антихриста, если вы замечаете. Кто видел этот последний фильм «Тайны Чингисхана»? Правда готовит? Ну, библейский. Там цитируется Библия в течение всего фильма. Да. И все это по отношению к этому человеку. Да. Да, да. Как будто бы это из уст его изучит. Вот. Найманы много позовемствовали в культуре у своих южных соседей. Уйкуров. Вы же говорили. У них было зачатки государственности. А также был народ, значит, Тататуна. Тататуна. Некоторые говорят, что это были татары. Татары и монголы – это совершенно два разных народа, хотя и родственные друг к другу. Татары – это народ, преимущества конники. Видите? Всем видно? Как он выглядит? Вот. Преимущества конники, подвижные. Легкая такая одежда. Лук, стрелы. А вот вам монгол. Я сам удивлен был. Монголы – это, оказывается, были люди лесов. Да? Люди пешие и с топором. Музыка с секирой. Совершенно другой образ, который мы имеем сейчас. Правда? Удивительно. Я в Казахстане много просидел в библиотеке, много читал интересного. И, значит, следующее – были кераиты. Кераиты. Кераиты – это были, как сказать, тюркский язык, что и народ, в процессе монголизации. Но они еще подвергались большому влиянию со стороны Китая. Кераиты. И вождь кераитов носил название Ван Хан. И некоторые говорят, что Ван Хан – это пресвитер Иоанн. Я тоже сначала так думал, но после Казахстана я перестал так думать. Ван Хан – это одно, а Иоанн – другое. Иоанн – пресвитер, это действительно историческая личность. А Ван Хан – это титул. Слово Ван означает правитель области, губернатор. Это китайский титул. Хан, естественно, князь. То есть князь, губернатор – это Ван Хан. И это не имя собственное. И среди найманов на Верхнем Енисеи жили киргизы. Киргизы. Вот такие кераиты. Они постоянно оспаривали власть с найманами. И вот в таком вот месте они жили. И так они вели друг с другом. И вот кераиты. Кераитский хан заблудился в степи. И был спасен христианином, который звали Святой Сергий. Этот христианин спас кераитского хана. И кераиты были крещены. Какое христианство это было? Вот если вы в фильме посмотрите, там совершенно неправильно показано. Значит, это были не историанцы. Восточные христиане. Или, как мы говорим теперь, сирийское и ассирийское христианство. Представьте себе, что было когда-то четыре папы. Вы знаете об этом? Папа был в Риме. Папа был в Константинополе. Папа был в Антиохе. Антиохе где находится? В Сирии. И папа был в Александрии, в Египте. И тогда два папы, Константинопольский и Римский папа, решили съесть этих двух восточных пап. Было примерно в IV веке создано несколько соборов. И, короче, восточное христианство было отлучено от византийско-римского христианства. На каком основании? На основании, якобы, некоторых теологических различий. Ну, не знаю, Богородица, Христородица. Вот восточные христиане не называли Богородица. Говорили Христородица. Стали бы на основании этих различий давать анафеме. Был такой Савелий. Савелианство. Был Нестор, поэтому Несторианами. Но часто всех восточных христиан именуют Несторианами. Кто такие Савелиане? А вы знаете в Одесской области единственники-пятидесятники? Вот они, Савелиане. Ересь. Но они не считаются еретиками. Единственники. Даже в Первую мировую войну, когда турки начали преследовать христиан, приехал в Петербург Давид Уршан. Сирийский пастор. Который заявил, что не надо хрестить во имя Отца и Сына и Святого Духа, а надо хрестить только во имя Христа. Поэтому эти пятидесятники стали называться единственниками. И вот ученик этого Уршана приехал в Одесскую область и Воронаев. Слышали все о Воронаеве? Ну вот и начали они там спорить. Кого хрестить и как хрестить? Воронаев кричит, надо во имя Отца и Сына и Святого Духа хрестить, а те единственники кричат, нет, только во имя Иисуса. Слышали про такую теорию, что Бог, Он и один, но проявляется только в Ветхом Завете, это был Бог Отец. В Новом Завете это Бог Сын. А сейчас Дух Святой, да? И все это связано только с Сыном. Поэтому надо делать все во имя кого? Иисуса, а не во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это один и тот же, только называются разными именами. Поэтому они называются едицники. К этому, в принципе, ерес. Но я вам скажу, что католическая церковь, я считаю, православная, в то время еще больше ереси было. Потому что они поклонялись святым, они поклонялись иконам, и столько у них было языческого и мощи языческие, ну вы все это изучали, да? Короче говоря, вот, одни еретики прокляли других еретиков. И восточную церковь изгнали из Римской империи. Они пошли в Персию, а потом в Персию начал идти ислам, значит, они пошли дальше, вплоть до Японии. И вот мы знаем, 7 век нашей эры, он был таким ключевым веком. Потому что 7 век, это значит 600 какой-то вот, да? 622 год возник что? Ислам, да. Но ислам, он уже приходил и завоевывал Среднюю Азию. А Средняя Азия, к тому времени, оказывается, уже была христианской. Средняя Азия, оказывается, к тому времени была христианская. Один из завоевателей исламской Средней Азии, он приказал носить халат с вот таким вот разрезом. Знаете, для чего? Чтобы было видно, что там нет христика. Если даже пришлось издать такой указ, можете представить, что там христиане были не единичным. явлением. И вот эти восточные христиане, отвергнутые Римской империей, они шли на восток. Они шли на восток. И они евангелизировали. И они евангелизировали. И вот по, значит, письмам, значит, митрополита Мерфа Харасани Эбеджесу. Значит, Мерф – это Средняя Азия, да? У них даже был митрополит. Можете себе представить? Он послал для евангелизации монголов человека, человека, десторианского патриарха, Иоанна. Иоанна. И в результате деятельности Иоанна, по цитируемому Бархебраусам письмо, то есть Бархебраус, как вы думаете? Бар. Сын? Хебраус, Хебраус. Сын еврея, оказывается, да? Бархебраусам письмо. Ну, 200 тысяч тюрков-кероитов были крещены вместе с их ханом. А? Круто. 200 тысяч. Это не единичные случаи. 200 тысяч были крещены вместе с их ханом. Хан Кероитов, как вы помните, носил титул Ван Хана. Носил титул Ван Хана. Вот такая, можете себе представить, ситуация. Значит, отца Тимошина звали Ясугей. Интересно, что в интернете я нашел такое удивительное заявление, что отец Чехисхана был еврей, а мать украинка. Но Ясугей, наверное, был Йосиф Гей. Не иначе. Конечно, это все шутки, если бы не было так грустно. Вот. Да. Вот как описывался, значит, Джучи? Высокий рост, крепкое телосложение, широкий лоб, кошачьи глаза и в конце жизни длинная порода. И Джучи был старшим сыном. Родился он, кстати, год свиньи. Бог такую свинью подложил. Как вы думаете, по Божьей воле он родился? Думаю, по Божьей воле. В возрасте 12 лет он потерял отца. Считается, что отца его отравили, когда он там был у соседнего племени. Его клан был очень слабым, но мать была крепкая и энергичная женщина. И в результате последняя привержница отца уходит от него и уводит за собой стада. Остается только мать и три брата. Хазар, Хасар, Качун и Темуже. А также два сводных брата. Это были сыновья от другой жены. Бахтер и Белтугай. Белгутай, извиняюсь. Бахтер и Белгутай. То есть вот эти братья. И вот такая маленькая группа людей, доведенная на нищеты, кочует. Затем они были как бы взяты под покровительство одним из ханов из клана Борджигин. Таркутай Кирилл Гутом. Кирилл, наверное, Гут. Хороший Кирилл был. И его братом Таданай Ирте, сыном Амбагая. И во время охоты в горах Тимуржин со своими братьями жил, промышляя охотой и рыбной ловью. Однажды его сводный брат Бектер украл у него жалоронка и рыбу. И тогда вместе со своим младшим братом Хазаром он, Тимуржин, убивает Бектера выстрелом из лука. В фильме это показано, что тот следил якобы за ним. Из-за убийства своего сводного брата его наказывают. Его сажают в колодку. Вот над ним издевается. Но ему все-таки удается бежать. Это происходит, когда ему было 12 лет. В 15 лет он уже организует свою маленькую армию. Тимуржин. К нему стекаются все обиженные, униженные и оскорбленные. И это вроде чем-то напоминает Давида. Которого все обиженные стекались. И у него еще, у Ченегеса, напомните, была жена. И эту жену у него отбили. Отбили, так сказать, конкурирующее племя. И когда он вместе со своим, с побратимом Джимухой. Но Джимуха это по китайской лексиконам. А вообще-то Джимуха, да? Симуха или Симха. Если мы говорим по-еврейски. Они отбивают. Отбивают его жену. Но в это время она уже беременная. И так до конца жизни Ченгеса не знал, кто сын. Его или чей-то другой. Сына назвали Джучи. Но Джучи это опять-таки версия китайская. Потому что у китайцев было другое произношение. Оказывается, его сына звали Джоши. Джоши. А Джоши это что? Джоша, да. Джоша. И вот Тимурщину уже 18 лет. Он отбивает свою жену. Да? У них раздается сын Джоша. Который они не знают. Его ли это сын. Но он должен становиться наследником. Интересно, что с потом последствий этот сын погиб трагическим образом. Одни говорят, что на охоте. Другие говорят, что он был отравлен, убит. Есть разные версии даже, что он умер от болезни. Но, видимо, все-таки Чингисхан каким-то образом все-таки дает приказ об обрешлении своего сына. Это происходит то же самое, что с Петром Первым. То же самое, что с Иваном Грозным. То же самое, что с Иосифом Сталиным. По вине Иосифа Сталина, вы помните, погиб старший его брат, сын Яков. Удивительная судьба. Вот эти люди как будто разные люди. Но в их биографии можно найти много общего. Похоже, что они как бы одержимы одним духом. Согласны? Стремление к власти. Они уничтожают всех своих близких. Они уничтожают массу народа. И не щадят даже собственных детей. Я почему подробно рассказываю об этом? Потому что я думаю, что, может быть, судьба Чингисхана была бы другая. Я верю, что Чингисхан должен был сыграть такую роль объединения монгольских племен под именем Иисуса. Но так же, как и Мухаммед, которому тоже Бог предусмотрел какую-то определенную роль. Он не выдержал испытания. Это было испытание Иисуса. Помните, Иисусу предлагал дьявол все богатства мира. И он что сделал? Адверг это. И Чингисхану тоже. И другим вот этим кандидатам на мировое господство дьявол предлагал все богатства мира. И они что? Восприняли это. А дальше уже действовал дух Антихриста. Дело империарю. Дело империарю. Спасибо. 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 Спасибо.